в этом году первый раз попал на sister когда открываю для себя что-то новенькое специально не лази в интернет и не расспрашиваю знакомых что там да как на мой взгляд нетронутый индивидуальный опыт куда ценнее и именно им я хочу с вами поделиться каждый раз когда приезжаю на новое место первично осматриваю локацию это довольно каменистый берег финского залива фестиваль проходит здесь не первый год периодически натыкаешься на следы предыдущих посетителей в этом сезоне тут прошла жесткая санитарная чистка и лес значительно поредел что серьезно шокировало бывших фестивальщиков а фестиваль когда проводят весь сушняк срубают фестивальщики то есть бесплатная чистка всего лет вся площадка представляла собой большой густой лес ну и берег как-то я вам уже рассказывал что когда бываю в питере всегда заезжаю посмотреть на финский залив напоследок можно сказать уже традиция такая не знаю успокаивает а тут считаем постоянно под боком завораживающее зрелище сколько здесь видел задумчивых людей смотрящих вдаль это даже не сосчитать мы приехали сюда за неделю до основного мероприятия лично мне всегда было интересно смотреть как строятся подобные фестивали участвовать конечно тоже нравится но в этот раз я считаю на разведке прикинь сцена короче вокруг камня построен забегая вперед если сравнивать со сказкой на которой всегда жарко и солнечно систо оставляет немножко иное впечатление условия здесь такие более суровые войны лес температура пониже побольше одежды короче своя атмосфера мне вкатило сейчас считаю тут вообще никаких декораций и даже без них я хожу и мне тут тупо нравится даже формате обычного туризма здесь можно здорово провести время развернуть галерею в таких условиях это не самая простая задача но довольно интересно представьте что вас по большей части только веревки да палки но тут волей-неволей приходится учитывать расположение деревьев и плясать именно от этого таким образом галерея приобретает форму сама по себе получается такой некий симбиоз природного хаоса и стремление человека все упорядочить довольно занимательно наблюдать как буквально на пустом месте появляется что-то подобное понятное дело что локация собиралась не один день и мы обязательно вернемся сюда но уже когда она примет свой законченный вид все пространство фестиваля эти дни напоминала одну большую стройку чем она собственно говоря и являлась строили сцены и это вам не просто баннер натянуть тут возводились довольно сложные конструкции из дерева также люди повсеместно занимались своими лагерями стрипер желтый забрал в связи с массовым валом деревьев материала под ногами было предостаточно тоже свою очередь не остались стороне и немножко скачали лагерь который как и у всех начинался с банальных трех палаток но я иначе бы не вешала ничего если бы не помогали мужики я бы сказала я уже навешалась как бумажечка любви во вселенной плетется узор любовь есть повсюду она есть во всем любовь это тьма любовь это свет любовь это все без любви смысла нет весьма поэтично аппетитно и не знаю почему к шоколаду это имеет какое-то отношение хотя может это про любовь к шоколаду к сладенькому вполне твердый прям там слушай это опасно мне кажется для жизни как же вы есть ребята это такой разъебный шоколад я вам говорю если тоже хотите приобщиться то ссылка в описании я не буду держать какую-то четкую хронологию плане в какой день там что происходило памяти все отложилось одним большим впечатлением определенного момента когда начался фестиваль для меня как такового и не было я настолько увлекся происходящим что попросту не заметил как это произошло одно могу сказать это было плавно народ потихоньку подъезжал и если у кого-то были какие-то планы то они сразу же разворачивались я имею ввиду прилавки там типа того как всегда на таких фестивалях встречается очень много качественного хендмейда если вы неравнодушны к таким вещам то сюда можно приезжать даже чистый за маркетом понятное дело что все веселье еще впереди но несмотря на это уже активно запускаются разные мастер-классы у человек может проявить как художник под каким-то тематикой например там руслан отправился в карту метаро там человек выбирает карту и на оберении свою может заложить карту перерисовать ее либо что-то ассоциативное рисовать в такой обстановке да еще на свежем воздухе я подумал грех не помазюкать краской вообще здесь ребята заморачивались таро что-то среднее между полноценными раскладами и арт-терапии какой-то путник бродяга для получена карта дурак выполняет большинство полотен уже развешены они даже при дневном свете выглядит эффектно но на мой взгляд все-таки жанр предусматривает наличие темноты и ультрафиолетовой лампы хотя повторюсь много из того что я там увидел выглядит весьма неплохо и при обычном освещении в очередной раз убеждают что если человек талантливый то форма его высказывания это даже не самое важное хороший художник он себя чувствует комфортно в любом формате так как это все-таки музыкальный фестиваль давайте все-таки пару слов об этом здесь не все так однозначно хоть главная сцена и обозначена по ажиотажа можно было заметить что life вообще ни разу не отстает и по артистам и вообще была еще сцена такая более разговорного жанра а вечером собирались со стихами ну на любителя короче я там посидел какой-то то что по-настоящему удивило это локация где постоянно звучал исключительно нойс даже больше на какой-то храм смахивает чтобы понимали этот красная пирамида тупо по-разному шумела ноу-стоп но это уже не то что на любителя это надо понимать говорят еще первый раз в этом году была сцена с хип-хоп очка ну и куча других ставших уже классическими для фестивалей электронной музыки жанров сайта драм это все короче за все это время я не то что вдохновился меня вообще здорово поправила и на таком заряде приехал домой что сразу же создал новое панно тамошняя природа определенно оставила на мне неизгладимое впечатление и мне захотелось как-то это отразить в работе вообще для меня довольно сложно долго смотреть на работающих людей и при этом просто вальяжно расхаживать с камерой сразу начинают чесаться руки вы понимаете и на этой волне я довольно бодро создал это панно долго размышлял рассказывать о значении или нет какой смысл что я хотел изобразить тут в принципе понятно не буду лишать вас удовольствия разобраться в этих хитрых символизмах но один нюанс уточнить все-таки стоит чтобы вы понимали да какая она здоровая это не шутки такая она довольно увесистая уверенная наверное самое качественное изделие которые вообще когда-либо делал фишка здесь какая самое главное о чем я хотел сказать и показать это вот смотрите вот вроде как обычная панно тут хуяк и она сломалась не надо ставить панику она просто села это понос эффектом светильника то есть у нее рассеивается свет зеленый и если повесить на стену то он будет бить прям параллельно в стене в общем классный эффект создается на такой вот эффект лавы существует вообще в целом мне нравится как это все выглядит как это работает визуально то что надо о чем речь она в наличии и если сильно приглянулась то мы можем договориться вы можете забрать купить то бишь эту работу я выложил во всех своих соцсетях если хотите приобрести то пишите в любую удобную вечерами здесь становится по-своему интересно особенно ближе к дате открытия фестиваля появляется все больше и больше того на что хотелось бы просто поглядеть не таких более исследовательских глазах а это гигантский главы ящик да я же тебе говорю надо центр глаза наклеить не 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 мне хочу по цвету дождь здесь столовая тоже как бы понимаешь сбор людей да тут склад и все дела теперь уже выходить в принципе не нужно я вот подумал что я вас при великим удовольствием сегодня ночью такие вот занес я вижу за кошмаре тысячи да да будь как солнце я тебе улыбку и надо дуть на 10 есть вот капибара вот эти свистят вот это внизу японская впечатляющая злого я бы не хотела я сначала он глаза ваще вот бэдди да а атмосфера конечно волшебная надеюсь что получается передать по крайней мере я делаю все возможное но не все так радужно как хотелось бы ситуацию омрачает один инцидент из галереи пропали некоторые полосы вот здесь висело большое большое полотно впиздили вот это оставили кстати здесь демоническую женщину оставили космическую оставили лесную оставили лес оставили в целом ну чё-то еще спиздили да получается там еще спиздили да петину полотно и вот здесь он был а вот здесь короче шаман был между вот этим деревом и еще один чтобы у них руки отвалились у тех кто спиздил блять художников пиздить блять последние деньги деньги это каким дном надо быть просто вот каким дном надо быть чтобы спиздить у художника его блин работы художники и так впроголодь живут а они блять пиздят чтоб у них блять все отсохло какими же все-таки разными бывают люди одни стараются украсить этот мир дают частичку себя другие бессовестно пользуются этим и по-хамски забирают ничего не предлагают за ним ну это уж как есть беспрекрасно в любом случае систо мне понравился и я бы с удовольствием пережил этот опыт еще раз к слову с 8 по 13 сентября пройдет осенний систо и любой желающий может попробовать себя в этом я думаю что вы уже поняли где у нас ссылочки лежат я не хочу быть навязчивым надоело уже как попугай твердить одну эту знаете были такие кадры которые и не туда и не сюда поэтому отдельно их смонтировал и залил их к себе в телеграм кому не хватило этого ролика то милости прошу надеюсь что ролик вам понравился и вы поддержите меня лайком и комментарием всем спасибо за просмотр до встречи всем привет